Nexus 6P это текущий флагман линейки гуглофонов. На момент старта продажи этот смартфон стоил дороговато, и это было главной причиной его прошивенькой популярности. Сейчас его цена прилично упала, и так как железо у этого здоровяка более чем пристойное, мы решили все же уделить ему немного внимания. С вами Дмитрий Лусенко и проект Ferrum.com. Давайте узнаем, насколько актуален Huawei Nexus 6P весной 2016 года. Курпус устройства на все 100% отвечает современным трендам. Это красивая и неудобная лопата, пестрящая анодированной дюралью и стеклом. Дизайн у смартфона очень приятный и запоминающийся, но эргономикой как таковой здесь и не пахнет. Ни в ладони, ни в кармане это устройство комфортно не лежит. Одной из особенностей 6P являются стереоспикеры, расположенные на лицевой панели устройства. По громкости они определенно дают прикурить всему, что прошло через мои руки за последний год. Качество звука тоже очень неплохое, но если выкрутить на полную, динамики начинают репеть. На максимуме в лицо их себе лучше не направлять. Друзьям можно. На этом различимые невооруженным взглядом плюшки не заканчиваются. За широченной стеклянной вставкой на шлеме робокопа скрывается не только камера со вспышкой, но и лазерный автофокус, который помогает наводить резкость быстрее. Ниже всего этого хозяйства живет очень быстрый и безотказный сканер отпечатков пальцев. Как и в OnePlus 2 он постоянно бдит и срабатывает по касанию. Это один из немногих дактилоскопов, который не выносил мне мозги во время тестирования и съемок. Однозначный одобрямс. Ну и вишенка на тортике USB Type-C. Я думаю в 2016 году объяснять его преимущества нет особой необходимости. Качество исполнения, увы, не самая сильная сторона этого гуглофона. У вставки на тыльной панели можно заметить достаточно явные неравномерные щели между деталями корпуса. В остальном, к счастью, все окей. Ничего не люфтит и не скрипит. Одной из главных причин упомянутой ранее хреновой эргономики 6P является дисплей. Это 5,7 дюймовая AMOLED матрица разрешением 2560 на 1440 точек. Пожалуй, это единственная на моей памяти светодиодная панель с достаточно приятными глазу цветами, на которые можно спокойно смотреть долгое время. Корректора цветов, как на Samsung, например, здесь нет. Диапазон регулировки яркости и углы обзора традиционно для технологии более чем полностью покрывают все человеческие нужды. Придраться в этом плане к экрану нереально. Железо смартфона представлено уже не топовым, но все еще актуальным чипсетом по имени Snapdragon 810 от компании Qualcomm. Видео жует Adreno 430, оперативы 3 гигабайта, встроенной памяти может быть 32 или 64. Расширить ее в худших традициях бренда Nexus нельзя. Смартфон выдает ощутимо более низкие баллы в синтетике по сравнению с устройствами на 820. И эта разница, к примеру, в Antutu составляет больше 20 тысяч попугаев, что на минуточку является средним результатом бюджетного китайского смартфона. В играх все куда более кучеряво. World of Tanks, которая по праву считается одной из самых прожорливых мобильных игр, без особых проблем работает здесь на топовой графике. С остальными играми, в общем-то, тоже проблем никаких нет. Так как софт для гаджета писали ребята с головой, нагрев корпуса 6P под нагрузкой не так ощутим, как в случае с огненным OnePlus 2. Влияние троттлинга на общую производительность также заметно не сильно. Питает устройство аккумулятор емкостью 3450 мАч. В теории для такого экрана и железа это капля в море, но на практике гаджет садится медленнее многих конкурентов и может предоставить в распоряжение пользователя полный рабочий день от одного заряда батареи. Кушает аппарат, кстати, очень быстро. От фирменного зарядника мы наполняемся питательными электронами меньше, чем за полтора часа. Так что если день был тяжелым, вы вполне успеете подзарядить смартфон, даже поставив его на зарядку буквально перед выходом с работы. Поговорим о камере. Перед нами, пожалуй, одно из самых сильных решений на рынке, которое пошатнуло все позиции топа моего личного рейтинга фотопукалок и сейчас сидит на самой верхушке. Резкость фоток, очень высокая цветопередача, правильная, да и автоматика работает отлично, быстро и легко, адаптируясь к освещению практически любой сложности. Порадовал широкий динамический диапазон, а в режиме HDR+, он выдает настолько богатую оттенками картинку, что сравниться с этой красотой не может камера ни одного известного мне смартфона. Качество снимаемого Nexus 4K Video также соответствует всем запросам современных покупателей. Все очень четко и красиво, как мы любим. Фронталка здесь тоже очень недурственная, черты лица очень резкие и отчетливые. Видео пишется в Full HD, что не лучший показатель дня сегодняшнего, но в целом его качество тоже высокое. Звук в наушниках не устроил меня всего по одному параметру – количество баса. Низкие частоты здесь усилены явно сильнее средних и высоких, что мне не особо понравилось. С другой стороны, многие люди любят мощный бас, поэтому говорить о явном недостатке в данном случае было бы неправильно. Четкость звука и отсутствие явных искажений обеспечила неплохую базу, с которой вполне можно играться при помощи настроек. С программной точки зрения перед нами Android 6.0.1, такой, каким его представляет себе Google. Пожалуй, единственной, но важной особенностью данной системы является получение обновлений в числе первых на планете, а не через полгода после релиза, как это делают многие производители. Работает система и оболочка крайне шустро, годовалось устройство не ощущается. Купить Nexus 6P на 32 гигабайта можно за полку с козелени. За эту немалую сумму мы получаем производительный смартфон с хорошим дисплеем, мощной начинкой, крутой камерой и красивым корпусом. Единственный серьезный недостаток 6P – габариты. Пользоваться этим фаблетом одной рукой практически нереально. Но если вы морально к этому готовы, то вперед и с песней, ведь пока что это устройство не уступает свежим флагманским конкурентам ничем, кроме баллов в синтетике. Ссылки на интересные предложения по покупке этого смартфона ждут вас в описании данного видео на YouTube. С вами был Дмитрий Луценко и проект Ferrum.com. Ставим лайки и подписываемся на канал. Всем спасибо за просмотр. Пока! Субтитры подогнал «Симон»!